Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет, дело в том, что мне просто добавили работы и зарплата повысилась Закономерно Валерий, ну а как вы распорядились этой суммой в 10 тысяч гривен? Что вы с ней сделали? Очень банально Очень банально Я оплатил свое второе высшее образование в Академии Управления при президенте Браво Ну что, Валерий Да? Готовы сражаться до победного конца? Или хотите забрать деньги вновь? Дмитрий, если мой юмор сегодня будет уместен, если он вызовет смех у комиков и у зала, я пойду до конца, потому что я приехал не за деньгами. Валерий, браво! Я рад приветствовать на сцене не только отважного участника шоу «Росмешекомика», но и, пожалуй, самого интеллигентного из наших гостей. Первая минута стоит одну тысячу гривен. Вы готовы начать? Да. В этом году в Украине ожидается небывалый урожай хрена. По прогнозам экспертов, хрен в новом году получит каждый бюджетник. Очень возбуждает ставка библиотек, аж и она такая голая. В Брюсселе памятник писающему мальчику по ночам незаметно стряхивает. Парадокс. В Пизе одна башня валится, и весь мир в шоке. А у нас тут вся страна в Пизу валится, и ничего. Ближе к людям СБУ появился новый номер ICQ, теперь можно стучаться в Аську. Борис Апрель не боится умереть, потому что в аду его будут жарить. Безопасность. Но не по поводу Бориса Апреля, а и до этого было смесло. Просто это было последней каплей. Женя. Я, кстати, хотел бы напомнить, что я работаю не один, со мной в соавторстве работают еще Сережа Слюсаренко и Максим Виченкин. Им аплодисменты. Спасибо. Вы очень правильно поступили, что напомнили о ваших друзьях только сейчас, когда заработали всего тысячу гривен, потому что проще поделиться тысячей, чем пятью-десятью. Ну что, продолжим? Я думаю, да. Браво! Аплодисменты! Бомж, уснувший на мостовой, отработал два дня лежачим полицейским. Стоя с буксировочным тросом в руках на пустой трассе, в сорокоградусный мороз, дьякон Никодим бредал анафеме Болжский автомобильный завод. Николай Азаров выступил на украинском языке с докладом, что ебьют, и что не ебьют. Безопасный секс, презерватив для тех, кому за 70 теперь запахом корвалола. И смехи грек, напротив женского ипатинского монастыря построили мужской ипать-копатинский монастырь. Ваш заработок? Пять тысяч гривен. Поздравляю. Нельзя над этим смеяться. Можно. Монза. Валерий, прекрасная игра. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. И рады, что вы продолжаете игру. Не так ли? Я продолжаю игру. Я сказал свою структуру. Объявление. Обменяя высокую блондинку на двух маленьких брюнеток в разных концах города. ООН вынесла на повестку дня еврейский вопрос. А что такое? Украинский язык вонит вторую букву Г, так как, чтобы описать ситуацию в стране, одного Г уже не хватает. Смотрите, скоро официальное открытие сайта Молдавии. Осталось только поклеить обои и повесить шторы. Концерт Михаила Поплавского на Майдане признан лучшим средством для разгона демонстраций. Дэвид Копперфилл случайно во сне пошевелил рукой, и у него исчезли яички. Пословица. Вы выиграли 10 тысяч кривит. Дим, Жека говорит, вот это смешно. Вот это смешно. Не, ну реально, если бы он такой фокус показал, было бы четко вообще. Вы выиграли 10 тысяч кривит. Поздравляю вас. Мы ждем вашего фееричного продолжения выступления. Следующая остановка 20 тысяч кривит. Пословица. В тихом лексусе тёлки водятся. Террористы-извращенцы захватили секс-шоп и уже два часа ничего не требуют. Им пока всё нравится. На сайте компании Эван можно потереть монитор и понюхать новый дезодорант. Пословица. Самбу козла полюбишь и козла. На юбилей местного кировоградского олигарха должна была выступать группа Виагра. Но вместо неё приехала провинциальная, никому не известная группа мёд, сметаны и орешки. Один украинец это герой. Два украинец это геройский партизанский отряд. А три украинца это геройский партизанский отряд с завзалюком. Каждый год количество коренных киевлян увеличивается в среднем на 50-100 тысяч. В основном это коренные киевляне из Винницкой и Кировоградской областей. Неужели не выиграли? И в завершении хотелось бы сказать, друзья, огромное спасибо, что вы дали мне ещё один шанс показаться смешным. И вам спасибо за игру. Спасибо, что приехали. И я думаю, что вы должны поздравить и вас с праздником, потому что он наш общий. В программе «Размеши комикам» год. Спасибо за игру. Спасибо большое. Снова достойная игра. Спасибо. Пока. Спасибо программе «Размеши комикам» за то, что она даёт возможность реализовывать себя людям, которые занимаются не только юмором профессионально, но ещё и другими специальностями. Спасибо огромное.